Здравствуйте, друзья! Настало вето. Вето уже даже, можно сказать, в самом разгаре. Это пора отпусков. Я не исключение. И я с женой, собачкой, еду в отпуск. Отдыхаю я активно. То есть я не лежу где-нибудь там в Турцию или в Египте, на Шаталанге. Я сажусь в машину и еду по всяким-всяким достопримечательностям. Ездил раньше в Европу до коронавируса, теперь поеду по Украине, а именно в Готомирскую область. Там очень красиво. Там когда-то очень-очень давно ушел ледник и натягал туда огромных валунов, просто колоссальных валунов. Это гранитные валуны. Там ведется добыча этого камня. И, соответственно, все в карьерах, все в озерах, в реках, в лесах. Это именно то, что мне надо. А пока я, значит... А, как я отдыхаю? Я свою машину превращаю в кемпер. То есть я когда-то давно сделал временно. Ну, понимаете, временно, да? То есть это как бы навсегда. Я думаю, мое временно так министров службы этой машины и прослужит. Я собрал некую конструкцию. Сейчас я вам покажу ее. И она выполняет роль и кровати, и багажника, и отделений для еды, и для шезлонгов, для всего-для всего. Ну, хватит слов. Давайте ближе к делу. Значит, конструкция состоит из четырех, пардон, из пяти рамок. Они завязаны в шип и не склеены. То есть не было времени. Я думал, ну, потом склею, потом поснимаю паски. Ничего я этого не сделал. И уже который год вот так вот она просто завязана в шип. Ну, завязана плотно и как бы держится. Сейчас я их поставлю поперек. Вот таким вот образом. Вот так они будут стоять. Потом сверху будут еще перемычки. И сверху лист USB, который на петлях в три стороны закрывается. Я установил конструкцию, так как она будет в походном состоянии. Ничего хитрого. Я просто прикручивал шурупы. Вот как получается. И оно никуда не девалось, как показывает практика. Никуда оно и довольно далекие расстояния преодолевали. Все. А эти вот становятся в пазы. Я их тоже прикручу. И все вместе скручу. Чем хорошо дерево, что в него можно шурупы вкручивать сколько хочешь раз. Ой, какой звук прекрасный. Мы когда переезжали границу, таможня. Говорят, что везете? Мы говорим, ну, себя везем. И все. Говорят, откройте багажник. Открывают, говорят, о, гуд кемпер. Все. Это как пароль. Это своего рода пароль. Если бы показали, что вы кемпер, едете в кемпер, все, значит, вы свой человек. У них это очень развито. Очень много людей путешествуют на машинах. Для нас это как-то диковато. На меня смотрят порой как не совсем на адекватного человека. Но те, кто хотя бы раз попробовал такой вид путешествий, те поймут, о чем я говорю. Я постараюсь такие яркие моменты поснимать. Ну, поделиться с вами, чтобы вам тоже было интересно. Может, кого-то тоже заинтересую. У меня вообще мечты собрать целый автопоезд из близких мне друзей. Поехать в целой большой компании. Но пока что я не могу уговорить вообще никого. Вот так вот со своим верным другом, женой, садимся и едем. В этот раз нам едет собачка. Так как это не заграница. Не надо никаких паспортов ветеринарных. Хотя все это можно сделать, но это морока. В этот раз, значит, мы едем с собачкой. Собачка для нее это будет первое путешествие. Не знаем, как она будет удерживать дорогу. Но если что, будем останавливаться. Давайте возможность полюбоваться пейзажами. Звук действительно замечательный. Звук супер. Зато это крепко. Взял погонячий руповерт ИГ. Потому что мы оба на установке. Ну, вещь шикарная, но тяжелая. Я привык все-таки к своими тапочкам. Легенькая, удобная, сбалансированная. Ну, ничего. Как говорят дареному коню. Это не даренный конь, но стали погонять. Все, ребята. Дальше мы накрываем. Хотел сказать фанерой. Я хотел положить сюда фанеру. Зато ли не было денег, то ли мы сильно спешили. В итоге это был просто кусок УСБ старого, но он уже, который четвертую поездку или больше, я даже не знаю. Но он служит пока, служит. Мы потом его застелим матрасами одними, матрасами другими. Потом матрасом домашним. Домашнего. Чтобы посели в итоге, она будет выглядеть как будто бы здоровенная двухспальная кровать. Вот уже практически готова. Она открывается с этой стороны, чтобы иметь доступ у нас тут раскладушки, шезлонги, может быть там чемодан с вещами. Тоже там бывает. А эта часть у нас открывается. Там у нас продукты, такое, то, что прямо необходимо. Ну, то, что побыстрее надо достать. Часть вещей лежит прямо сверху. Оно нам не мешает, как бы, потому что в дороге там водичка попить, может какие-то печеньки пожевать, такое вот. В этот раз будет сверху собачка лежать. Наш верный спутник – газовый баллон. Без него, как бы, ну никуда. Можно заморочиться какие-то щепочницы, какие-то кассертики, но это долго, это как бы, ну, не катит, когда есть такой вот девайс, как баллон. Он буквально в одну секунду, вот, с морщиной вызвал, поставил, зажег, поставил тянет, поставил столик, стульчик и у тебя уже свой кафетерий. Если ты пьешь кофе, кстати, экономишь деньги очень серьезные, потому что, сами понимаете, или вы сами сделали кофе, или вам сделали непонятно что и взяли хорошие деньги. Так же самое, если это обеденное время, можно сварить себе какой-то супчик, пожарить картошечки. Ну, в общем, все то же самое, что дома, так же самое оно происходит на природе, только намного приятнее. Кстати, по баллону, значит, его вот так вот транспортировать нельзя, оказывается. Я этого не знал. Значит, в Европе, если у вас, если у вас находит такой вот баллон, который с накрученной вот этой вот, с комфортом, с комфортом и без заглушки, это 100 евро штрафа сразу. Значит, мы сколько не ездили, у нас всегда баллон катался вот в таком вот состоянии, мы, по-честному скажу, этого не знали. Нам об этом сказали зельнобойщики наши на паркинге. Мы стояли в сторону, что для себя готовили, и они говорят, ребята, ну, что же вы так, в самом деле, надо возить его как положено. Мы специально купили заглушечку, она где-то есть, постараемся ее найти, а нет, ну, значит, так и поедем. Есть, есть, я знаю, где. Есть, есть, ну, и хорошо, значит, поедем хорошо. У него есть штатное место, в мужчине прямо тут такая выемка есть, он сюда вот становится, потом он облаживается вещами и довольно надежно там стоит. Сверху его частично прикрывает наша импровизированная кровать. Когда будет матрас, его вообще не будет видно. Да, ну, в общем, как-то так. Значит, еще один момент, вода с собой должна быть, но об этом даже, наверное, не стоит говорить, но у него тоже есть свое штатное место. С обратной стороны будет диаболон, так же сама становится канистричка, она так же сама фиксируется всякими вещами и все. То, значит, дальше столик увидел, он вообще ничего не весит, хотя, конечно, в машине этот вес, что мы с собой берем, как бы, ну, ни о чем, скажем так. Ну, столик классный, он очень легко разложивается и вообще ничего не весит. Там, внизу уже пробралась раскладушка на свое штатное место. Потом я все это переложу у меня из таких прокладочек, чтобы она не гремела и не делала нервы. И вот такие вот у нас стульчики. Они не самые хорошие. Они хорошились тем, что они очень легко разложиваются и очень маленькие. А так, хотелось бы, конечно, если честно, хотелось бы, ну, такое, ну, какое-нибудь капитанское кресло или рыбацкое, знаете, есть такие здоровенные, классные. Ну, разбогатею и куплю. Пока что мы уже который год пользуемся этими и, как бы, все в порядке. Обратите внимание, насколько удобно. То есть, все, все, что вы берете, оно туда уходит, уходит и уходит. И не занимает вообще никакого места главного. Главное место – это спальное место. Спальное место остается у нас в таком вот виде. В общем, ребята, вот так вот выглядит машина в походном состоянии. Вы видите, что место тут вдвоем и втроем можно уместиться спокойно. Поверьте мне, это очень удобно. Ну, как бы, на этом все. Дальше буду держать вас в курсе своих путешествий, своих перемещений, своих локаций. Я думаю, будет интересно. Следите за нашим путешествием. Если что, берите пример и путешествуйте тоже. На этом все. До свидания. До новых встреч. До новых встреч.